В поселке Мара-Ягы совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции, в результате которого погибли двое, четверо ранены. Следственным отделом по Карачаевску возбуждено уголовное дело за постигательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное ношение и хранение оружия и боеприпасов. Хронология событий в сюжете корреспондента Артура Мхце. Поздней воскресной ночью именно эти звуки напугали несколько десятков жителей маленького поселка Мара-Ягы, относящегося к Карачаевскому городскому округу республики. Сперва один взрыв, потом стрельба, снова взрыв. Все это сильно походило на события, развернувшиеся неподалеку всего неделю назад. Напомним, что 22 апреля в результате вооруженного нападения на наряд патрульных погибли два полицейских. Еще один был тяжело ранен. В тот раз задержать злоумышленников не удалось, а стражи порядка были переведены на усиленный режим несения службы. И вот новое ЧП. Мы находимся недалеко от места, где в ночь на понедельник было совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, автомобиль ВАЗ-2109 подъехал к временному посту ДПС. Из салона в сторону полицейских бросили взрывное устройство, открыли стрельбу. Далее завязалась перестрелка. В какой-то момент на одном из нападавших сработало взрывное устройство. Как нам рассказали жители поселка, они на протяжении нескольких часов слышали перестрелку и взрывы. Дома были, в комнате слышно было. В комнатах были? Да. Взрыв слышали, автоматные очереди. Она не до них была, даже под ноги такие страшные эти дали. Стеньки вот так расшались. А так страшно было выйти. В результате ночной атаки на полицейских уничтожены пятеро нападавших. Все они с высокой долей вероятности могут быть причастны к трагическим событиям недельной давности. Увы, стражи порядка не обошлись без потерь. Погибли два сотрудника полиции. Еще четверых с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу Карачаевска. Следственным отделом по городу Карачаевску регионального следственного управления по Карачаево-Черкесской республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, а также незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов к нему. По уголовному делу следователями и криминалистами следственного управления осуществлен выездное место происшествия, производится его осмотр и занимаются предметы, имеющие доказательства излечения по уголовному делу. В больнице врачи нам рассказали о том, в каком состоянии к ним поступили раненые полицейские. Состояние двоих из них оценивалось как средней степени тяжести, с повреждением в основном мягких тканей и конечностей. Состояние одного оценивалось как крайне тяжелое. Все трое были незамедлительно подняты в операционный блок, где хирургической бригадой была им оказана абсолютно вся нужная помощь. Чуть позже двоих пострадавших перевезли в республиканскую клиническую больницу. Состояние еще одного медики по-прежнему оценивают как крайне тяжелое. Поэтому на данный момент его транспортировка в Черкесск невозможна. Также стало известно, что глава Карачаева-Черкесии подписал указ о выделении семьям погибших и пострадавших сотрудников правоохранительных органов единовременной материальной помощи. Артур Макселек Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский городской округ.